Всем привет! Я знаю, как вы любите ролики про оптимизацию старых компьютеров, повышение FPS, улучшение производительности и так далее. Ну а что делать, если у вас совсем старый компьютер, либо же вообще, на котором невозможно играть в игры? Представьте, что у вас есть старый ноутбук. На нем установлено только лишь одно графическое ядро и то встроенное. То есть при установке любой из игр никакой производительности вы не получите, да играть вряд ли сможете. Именно по этому поводу и были придуманы облачные игровые сервисы, которые в принципе позволят вам играть даже на нетбуке. При использовании таких сервисов задействоваться будут не ресурсы вашего компьютера, а ресурсы сервера. То есть вам как бы предоставляют железо в аренду. Это в принципе приблизительно эквивалентно тому, что вы сходите в игровой клуб. Скажу сразу, что эти сервисы не работают бесплатно, но все же мы их протестируем. Может быть кому-то это пригодится, для кого-то это будет актуально. В общем, давайте разбираться, что это и проводить непосредственно тест. Давайте поподробнее разберемся, что же такое облачный гейминг. Наверняка вы пользуетесь облачными хранилищами, почтой, мессенджерами, соцсетями и так далее. Их работа обеспечивается дата-центрами, серверами. Вы отправляете и получаете данные, а обработкой и хранением занимаются удаленные серверы. Облачные игровые сервисы, о которых пойдет речь, предлагают такие же дата-центры, но для игр. Вы играете как обычно, только игра запускается и обрабатывается на мощном сервере, заточенном под графику. А как собственно играть, спросите вы. Если сервер где-то далеко, а вы у себя дома. Через интернет, конечно же. Компьютер пользователя отправляет на сервер команды управления, сервер все это обрабатывает и отправляет обратно видеопоток, с которым справится даже очень слабый компьютер. Проще говоря, облачный гейминг это мощнейший игровой компьютер, на очень-очень длинном проводе в аренду. Если говорить о плюсах и минусах таких сервисов, то здесь есть один мощнейший минус, по причине которого эти сервисы так мало популярны. Да-да, это скорость интернет-соединения, а также его стабильность. У большинства людей попросту нет ни того, ни другого. Позже вы увидите, что будет, если попытаться поиграть в данном сервисе с помощью 3G модема. Либо же 4G модема. Я не буду тратить попусту ваше время и скажу сразу. Если вы не являетесь обладателем оптоволоконной сети, либо же спутниковой сети, то эта тема не для вас. И все равно, имея даже очень хороший интернет, все равно какие-либо фризы вы будете получать. Во-первых, пинг будет выше, чем на локальном компьютере, потому что подключаться вы будете через сервер-посредник, а не напрямую от локального компьютера до игрового сервера. Также вы будете получать задержку в получении картинки. Отсюда будут лаги. Представьте себе, что играя, вы нажимаете клавиши, то есть кнопки на клавиатуре. Только представьте, сколько раз вы нажимаете их в минуту. Эти данные отправляются на сервер. Они обрабатываются и переводятся в игровое действие. В свою очередь, игровое действие переводится в видеопоток и отправляется именно к вам на компьютер. Любому интернет-соединению будет тяжело справиться с таким набором функций. Именно поэтому будут вызываться периодические лаги. Наверняка у вас возник закономерный вопрос. Какова должна быть скорость интернет-соединения для нормальной и стабильной работы этого сервиса? Это примерно 25-50 мегабит в секунду. Например, на 3G и 4G модемах скорость достигает до 20 мегабит, не более того. Следующий чисто субъективный минус – это то, что эта услуга платная. Не каждый человек захотел бы платить деньги за то, чтобы поиграть в игры. Ну а многим и вовсе, если хочется получить качественный игровой процесс, проще сходить в ближайший игровой клуб. Но все же эти сервисы существуют, люди ими пользуются, и это замечательно. Что касается стоимости. Будьте готовы потратить 50-70 рублей в час, играя на этих игровых сервисах. Конечно же, там есть скидки, особенно если вы будете оплачивать подписку на долгий период. Следующий также субъективный минус – то, что в этих сервисах нет бесплатных коммерческих игр. В этих сервисах вы авторизуетесь со своего Steam аккаунта, либо же какого-либо другого аккаунта. И играете в игры, которые у вас есть в наличии, которые приобретены. Конечно же, вы сможете бесплатно поиграть в некоторые игры, но которые являются официально бесплатными. То есть я веду к тому, что пиратского гейминга в этих сервисах вы не получите. В облачном гейминге есть один жирный плюс, который покрывает все эти недостатки. Он заключается в том, что вы сможете поиграть на очень старых компьютерах, на очень слабых. Хоть 2000-х годов, хоть позднее. Главное, чтобы было хорошее интернет-соединение. И многие люди с достоинством это оценят. Давайте рассмотрим, какие на сегодняшний день существуют облачные игровые сервисы. Во-первых, это PlayStation Now. Данный сервис дает возможность играть большое количество игр прямо в облаке при помощи игровых консолей PS3, PS4, PS Vita и других. Также есть игры и на ПК. Следующий игровой сервис – Vortex, который позволяет играть прямо из браузера. Следующий один из популярнейших сервисов – это PlayKey, который имеет игровые серверы в России и непосредственно в Москве. Что позволяет получить россиянам более стабильный видеопоток, нежели при подключении к серверам европейским. На самом деле таких сервисов много. Например, Персек Клауд Гейминг, либо же новый сервис Дрова, либо же Shadow, Лауд Плей и многие другие. Я хочу остановиться на одном из сервисов облачного гейминга – это GeForce Now. Я облазил множество форумов, изучил много информации, погуглил отзывы людей и наиболее тепло называются именно об этом сервисе. Поэтому будем тестировать именно его. Также он предоставляет 14-дневный бесплатный период для пробы. Для начала зайдем на сайт gfn.ru и создадим там игровой профиль. Далее выберем бесплатную подписку на 14 дней, оплатим за это 1 рубль. Затем скачаем приложение GeForce Now и установим его. Далее нам необходимо авторизоваться в приложении с помощью созданного профиля. В авторизации испытал некоторые проблемы, пока не привязал Google аккаунт. В этих всех непростых делах мне помогало маленькое миловидное существо. Так как я использую 3G модем, то скорость передачи данных у меня будет небольшая. Поэтому настройка GeForce Now я выставлю все по минимуму, для того чтобы мой интернет справлялся с передачей информации. Но и это мне вряд ли поможет. При прохождении теста в самом приложении, мне не рекомендовали вести потоковую передачу в этом приложении. Как видите, скорость и задержка моего модема далеки от рекомендуемых. Для начала я попытался запустить Fortnite. И здесь же обнаружил, что мой модем вовсе не подходит для этого приложения. То есть я не смогу поиграть в игры с помощью данного облачного гейминга. Здесь, конечно, напрашивается очень неприятный для меня вывод. На 3G и 4G модемах поиграть вовсе будет невозможно. Необходим очень хороший и стабильный интернет. Все-таки я вышел из положения, попросив друга протестировать данное приложение у себя дома. Так как у него имеется нормальный более-менее интернет. Который имеет скорость передачи данных 25-30 мегабит в секунду. И является оптоволоконным. После проверки друг рассказал мне о своих впечатлениях. Как вы могли заметить сами, что расстроило и нас. Это появляющиеся фрезы в потоковой записи. Да-да. Это не качество монтажа. Это именно то, что мы получили с данного сервиса. Что касается пинга, то с пингом в принципе все в порядке. Изменился он не сильно, приблизительно на 10 кадров в секунду. Стал выше, чем обычные показатели при игре на обычном локальном компьютере. Но все же, как я и говорил выше, периодические лаги и торможения присутствуют. Есть и плюс, который понравился другу. Так как у него старый компьютер, то есть ноутбук. То он не мог пройти миссии операции расковатая сеть в режиме запретная зона Counter-Strike Global Offensive. С помощью этого сервиса ему это удалось. Также он отметил, что FPS на всех картах стал значительно выше. Ну и в заключение хочу сказать спасибо вам за просмотр, а также спасибо другу за труды. У него тоже есть канал и он снимает ролики про CS GO. И я хотел попросить вас перейти на его канал и помочь человеку подпиской, если вам не составит труда. Ссылочка на канал находится в описании. Доброго вам здоровья! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok